Всем привет, обязательно подпишись на канал, а мы начинаем обсуждать очередную горячую охотничью тему. Погнали! Не у всех из нас есть возможность охотиться на зайцев с гончей собакой, да и не всегда и не везде поохотишься с ней, особенно в степных районах нашей родины. Однако имеется несколько вполне надежных способов добычи косого без собак. Условия охоты на зайца с подхода. Для этой охоты необходимы три условия. Высокая численность зайца. Знание повадок и мест обитания зайцев. Хорошая физическая подготовка охотника. Умение стрелять. Там, где зайцев мало, охота с подхода превращается в безнадежное хождение по полям и лугам, когда проходит время, остаются позади километры, а зайца все нет, и надежда поднять его постепенно угасает. В местах с ограниченным обзором, в лесу, кустарниках, бурьянах, даже если зайцев и много, дело обстоит не лучишь образом. Можно просто не заметить осторожно встающих слежки и скрытно удирающих зверьков, и можно весь день проходить без выстрела. В таком случае помогает компания друзей, три-четыре охотника, которые обходят места с ограниченным обзором с боков. Не всегда и не в каждом таком укрытии лежит заяц. Десятки из них пусты, и только в каких-то отдельных из них находятся те, кого мы так страстно мечтаем найти. Вот поэтому-то охота с подхода требует от нас физической выносливости. Ходить приходится всегда по пресеченной местности, пашни, качкарники, захламленные вырубки, и даже при обилии зайцев обычно пройдешь не один и не два километра, прежде чем поднимешь косого. Неторопливо, все время следя за окружающим, нужно идти, от одного сулящего надежду местечко к другому, идем постоянно готовые к выстрелу, так как заяц может появиться в любой момент либо далеко, либо прямо из-под ног. Он то оказывается весь на виду, то сразу же шмыгает за какой-нибудь куст, и стрелять приходится навскидку и в ограниченном пространстве, именно поэтому охотник должен стремиться и обладать хорошими навыками стрельбы. Для охоты с подхода наиболее благоприятные дни с тихой, сухой или морозной погодой, то есть с погодой, в которую зайцы охотно покидают свои убежища, они лежат в них до последней возможности, когда охотник чуть ли не наступает на них. Последнее обычно наблюдается при теплой, сырой и ветреной погоде. В местах, где на зайцев много охотятся, они становятся настолько осторожны, что приблизиться к ним на выстрел удается только в ненасти. Чаще всего объектом охоты с подхода является русак, постоянный обитатель более-менее открытых пространств, но на больших свежих вырубках, где молодая поросль еще не загустела, точно так же можно охотиться и по беляку. При охоте с подхода, очень редко удается увидеть зайца на лёжке, но бывают периоды, когда это становится вполне возможным. Капризы погоды время от времени играют с зайцами, злую шутку, особенно с беляком. Заключается она в следующем. Осень была короткой, и уже в средине или конце октября начал перепархивать снежок. Запорошила поля и лесные поляны. Кажется, что уже наступила зима. Зайцы интенсивно меняют летнюю шубу на зимнюю. И вдруг начинает степлеть, идет дождь, снег сходит, а беляки остаются белыми. На почерневшей земле, среди полегших трав и оголенных кустов их видно издали. Правда, некоторые хитрые зайцы устраиваются на лёжку, возле березовых пней, поваленных берез и у других белых предметов, но это их мало спасает, заметить их все равно легко. То же самое случается и при просто затянувшейся бесснежной осени. Беляки выленили, а снега нет. Тут-то и становится возможной, еще одна увлекательная охота на зайца, охота в узерку. Охота в узерку. Охотник передвигаясь по лесу или вырубкой, тщательно приглядываясь к окружающему. Все, что белеет на земле, может оказаться зайцем, но может быть и клочком бумаги, обрывком березовой коры, да и мало ли чем еще. Разглядеть зверька, особенно в кустах, трудно. Подойти и проверить нежелательно. Беляк может моментально юркнуть в чащу. Заяц или не заяц, этот вопрос всегда преследует охотника в данной охоте. Какая радость увидеть, как над неизвестным и вызывающим сомнения беловатым пятном, вдруг поднимутся и снова опустятся ушки, и мучительные сомнения будут рассеяны. И наоборот, какое разочарование, когда понимаешь, что вместо зайца ветром колышет кусок газеты, в которой ты только что хотел выстрелить. Но всего этого мало. Даже если нет сомнений и охотник на 100% уверен, что видит именно зайца, дело еще не кончено. Чаще всего в описываемых условиях, заметить лежащего беляка удается, на довольно большом расстоянии. Опасение, что заяц может поднимется и уйдет без выстрела, удерживают от попытки подойти к нему поближе. Отсюда дальние выстрелы и частые досадные промахи. Заяц на лёжке лежит обычно в ямке, канавке, между кочек. Его зачастую заслоняют ветви и земля, что все вместе во многом защищают его от удара дроби. В общем, промазать по беляку при охоте на узерку – дело обычное. Охотиться можно практически в любую погоду, так как зайцы видимо чувствуя свою белую шубу, лежат плотно даже в морозные дни. Но особенно хороши для охотника часы, когда после сильного дождя сотяжелевших от влаги ветвей тяжело и звонко падают капли воды – капель. Зайцы очень не любят капели, и поэтому покидают излюбленные чащи, выбираясь на опушки, поляные примыкающие к лесу поля. Здесь на открытом месте зайцы и ложатся, что очень облегчает и их поиски, и стрельбу по ним. Перелинявшего в зимний наряд русака, даже и при отсутствии снега высмотреть, труднее, потому что он не становится белым, а лишь слегка светлеет. Охота в узерку непродолжительна. Чаще всего она возможна, всего в течение двух-трех дней, но эта кратковременность только прибавляет ей спортивности и азарта. Выпавший снег кладет ей конец, и одновременно открывает для охотника новую возможность – охотца на зайца, заняться троплением. Охота на зайцев троплением. Этот способ охоты сводится к тому, чтобы найдя свежий след, малик, проследить по нему зайца до лёжки, поднять его и попытаться взять метким выстрелом. Как и при охоте с подхода, нужны более или менее открытые угодья, хорошая физическая подготовка и умение стрелять. Однако необходимы еще два условия – умение охотника, разбираться во всех хитросплетениях зайчьих следов и умение быть внимательным. Что касается численности зайцев, то она может быть и не очень высокой. Каждый заяц в течение ночи набегает много, и отыскать его след намного проще, чем обнаружить самого хозяина следов. Тропить желательно только свежий и утренний, в крайнем случае ночной след, оставленный зайцем, когда он, покинув логово, отправляется на ночную жировку. Чтобы отличить такой след от более старых, и проследить его до места лёжки среди массы, других зайчьих следов, нужен большой опыт, но иногда и этого недостаточно. Поэтому тропление нужно проводить либо после пороши, либо после того, как сильная поземка занесет старые следы. Если снегопад или поземка кончились вечером, то обнаруженные на следующий день следы, будут очень длинными и весь путь, пройденный зайцем с вечера и до утра, будет выглядеть одинаково свежим. Попав на его начало, можно пройти не один километр до места, где заяц устроился на лёжку. Если же снег шёл и ночью, то чем позже он прекратился, тем короче окажутся следы зайцев, так как видны будут только те следы, которые остались после окончания снегопада. Бывают мёртвые пороши, при которых летевший до утра снег полностью закрывает все следы. Если при этом удалось наткнуться на след, значит заяц рядом и нужно быть на готове к встрече с ним. Итак, выпала свежая пороша. Охотник в угодьях, где скорее всего можно найти следы зайца, окрайки озимых полей, бывшие огороды, посадки фруктовых деревьев. Когда же след найден, начинается интереснейший для охотника процесс тропления. Заяц постоянно, а особенно направляясь на лёжку, пускается на всевозможные уловки, лишь бы запутать след. То дойдя до какого-то места, он поворачивает обратно по своему следу, чтобы потом громадным прыжком скинуться в сторону, да ещё так, чтобы прыжок пришёлся за куст, в кочке, густую заросль словом туда, где место приземления будет скрыто. То неоднократно выходит на еженую дорогу, идёт по ней и потом скидывается, прячет следы там, где снег сдут ветром или покрыт настом. Разобраться во всех этих уловках не так-то просто, особенно если, идя по следу зайца мы затоптали его следы. Поэтому идти, нужно всегда немного в стороне от следа, и при этом не забывая посматривать по сторонам. Тот, кто не отрывает взгляда от отпечатков зайчьих лапок, почти всегда прозевает подъём зайца. Заяц очень часто, сделав петлю, возвращается туда, где он прошёл раньше, и устраивается на лёжку поблизости от своего следа. Охотник видит уходящую вперёд линию следа и думает, что до лёжки ещё далеко, а заяц уже рядом, наблюдает за своим преследователем и пропустив его, убегает незамеченным. Так что любое местечко вблизи следа, подходящее для зайчьего укрытия, должно быть объектом неусыпного внимания. Дойдя до места зайчьей жировки, где следы переплетаются в неразборчивый клубок, нет ни малейшего смысла разбирать и выхаживать все эти переплёты. Гораздо лучше просто обойти жировку по кругу, найти выходной след и уже по нему продолжать тропление. Это значительно сократит время охоты. Но вот путаница жировки оставлена позади. След пошёл более или менее прямолинейно, и вот наконец на нём видна первая попытка зверька, запутать след, двойка, тройка или просто, скидка в сторону от первоначального направления хода. Иногда после первой скидки заяц тут и ложится, но чаще он повторяет свои фокусы многократно. Как только заяц начал хитрить, следует остановиться и посмотреть, куда идёт след, нет ли вблизи чего-то такого, что могло бы привлечь отыскивающего убежища зайца. Только сделав это и убедившись, что такие убежища отсутствуют, можно продолжать тропление. Заяц может подняться в любой момент, и чаще не там, куда казалось бы ведут его следы. Русака и тем более беляка, очень редко удается увидеть на лёжке, обычно замечаешь их уже после того, как они убегают от охотника. Есть одна очень важная закономерность, в тёплую мягкую погоду, да ещё при ветре зайцы подпускают близко, в мороз, встают далеко. Там где зайцев мало беспокоят охотники, ушедшие без выстрела, и даже неудачно стрелянный заяц, довольно скоро опять ложится. Дав ему облежаться, лучше 2-3 часа, можно его ещё раз потропить и подойти на выстрел. Там же, где охотников много, поднятый зверёк ложится не скоро, особенно русак, и редко даёт к себе подойти повторно. Помимо всего прочего, охота троплением полезна тем, что именно при ней мы узнаём о зайце очень многое. Снежная покров чётко фиксирует, и выдаёт нам многие особенности его поведения, повадок и привычек. Поэтому те охотники, кто много занимался троплением, потом и без снега, много легче находят затаившихся зайцев, или выбирают наиболее надёжный лаз и направление хода зайца при охоте из-под гонщик собак.